Здравствуйте! Это программа «Специальное интервью» в студии Василиса Ивашкина. Сегодня поговорим о развитии социально-спортивного дворового движения в Одинцовском городском округе. У нас в гостях эксперт общественной палаты Московской области Виктор Погиблов. Здравствуйте, Виктор Егоревич! Здравствуйте! Очень приятно видеть вас. Как вы считаете, дворовый спорт на передовой в Одинцовском городском округе? Ну, по сравнению, конечно, с прошлыми годами мы продвинулись вперед, развиваемся. Каким образом, в каком направлении развиваетесь, кто занимается больше в нашем округе этим спортом? Ну, я, можно сказать, занимаюсь только общественной работой, общественной движением от общественной палаты. Была организована специальная рабочая группа по развитию массового спорта для занятий с детьми сначала, потом с ветеранами. Вот этим мы занимаемся. А чем именно занимаетесь? Вот рабочая группа создана, привлекли уже, я смотрю, ветеранов и молодежь. А чем именно? Вы рассказываете об этом спорте или участвуете, организовываете мероприятия? Да, организовываем. Мы, конечно, стараемся. Ну, прежде всего, это в период летних каникул. В период летних каникул с детьми занимаемся на дворовых площадках. Потому что не у всех есть возможность куда-то выехать. И даже если выезжают в лагеря какие-то, ну, это же ненадолго. Одна смена, а остальное время дети, как говорится, болтаются без присмотра. Вот это время мы с ними занимаемся. На дворовых площадках проводим, ну, очень популярен, конечно, мини-футбол. Мини-футбол, стритбол. Проводим много соревнований. Соревнования проводятся не просто там побегать. Мы стараемся соревновательный процесс организовать так, чтобы было, ну, допустим, познавательно. Организуем на кубке каких-то таких, ну, знаменательных людей нашего района и не только района. На день города, на день флага. Вот такие самые мероприятия. Именные кубки маршалов Советского Союза. У бывших названий улиц у нас есть. Бульвары. Допустим, маршала Говрова, маршала Крылова. И вот познавательно для ребят, хотя бы они, чтобы помнили, кто это такие люди. Петр Чикин, герой наш Одинцовский, участник Великой Отечественной войны. Пользуются популярностью вот такие соревнования, и познавательные в том числе. Приходит много детей. Кто участники? Где вы их набираете? Как рассказываете об этом? Конечно. Вот, допустим, если взять пятый микрорайон, здесь у нас уже много лет начали заниматься вот на площадке, которая на Крылова. Я начал заниматься с детьми не только мини-футбол и волейбол, а волейбол вообще взрослые собираются. Очень большое количество. Это, если сетка вешается, так, можно сказать, даже снег растаял. И все лето висит сетка, все лето ребята собираются, молодежь. И по выходным с утра до вечера, до позднего вечера. До позднего вечера, конечно, это не всегда хорошо для жителей, немножко шумно. Но это намного лучше, чем когда они стучат мечами. Намного лучше, когда они занимаются другими вещами. Вы понимаете, да? То есть все во двор бросаем гаджеты и все занимаемся спортом на улице. Такой посыл, я правильно понимаю? Это цель основная, да? Гаджеты, это, конечно, проводили... У нас был летний такой спортивный лагерь, организовали тоже с ребятами. Одно из условий, прежде всего, я вам сказал, ребята, гаджеты оставляйте своим родителям. Конечно, началось возмущение туда-сюда, но отдали, они как-то напряжены были. А потом, когда мы с ними позанимались день-другой, ходили в лес в том числе, приглашал Никита Крюков, наш олимпийский чемпион. Для них так было интересно. И они про эти гаджеты забыли, забыли, забыли. Это прекрасно. То есть нашим детям только нужен небольшой толчок, да, показать, как мы раньше, да, с утра до ночи в «Казаки-разбойники», в мини-футбол и прочие игры. Конечно, конечно. Да это же намного. Детям нужно движение, обязательно движение. А если говорить с точки зрения оснащения, вот дворовый спорт предполагает, что ты вышел, и у тебя в шаговой доступности все, что тебе необходимо, чтобы заняться спортом. Вот вы как считаете, в Одинцовском городском округе достаточно оснащенной площадки или нет, или чего-то не хватает? И ведется ли работа в этом направлении? Да, вот за этот сезон, за летний сезон, меня просили, чтобы провел мониторинг спортивных площадок, в каком они состоянии провели эту работу. Сейчас, насколько я знаю, где-то больше 30 площадок на будущий год заложено в смету, будут реконструировать, даже некоторые полностью будут менять там сетку. Все. Но самое главное то, что площадки-то есть, да, нужен на них, на этих площадках должен быть хозяин, должны быть спортивные организаторы, инструктора, спортивные организаторы. Это не обязательно тренер должен быть. Просто нужен, как бы там, дядька такой, чтобы с ними занимался, с ребятами, бросить мяч, организовать, разделить на команды, в том числе сходить куда-то на экскурсии. Ну, это тоже своего рода ответственность. А как вы считаете, вот в нашем округе много таких активистов? Ну, то есть, получается, фактически, это должен быть в каждом дворе какой-то предводитель детворы, который скажет, так, ребята, все, сегодня играем в футбол, завтра играем в баскетбол, сегодня пойдем в лес. Ну, конечно, общественники должны быть, но ответственность на спортивных площадках, когда проводятся массовые соревнования, организованные, то здесь должен быть человек, который за это отвечает, юридически в том числе. И, мало ли, что случится. Для этого я предлагаю уже который год организовать обучение спортивных инструкторов для открытых спортивных площадок, для дворовых площадок. Для этого есть у нас все условия. То есть, разработана программа, вот мы разрабатывали с МАКФУ, это Московский областной колледж финансов управления, это Голицыно, МАКФУ. Там очень развито спорт, волонтерское движение очень. Там же молодежь они обучают. На базе этого колледжа можно обучать вот этих инструкторов. А кто, по вашему мнению, может пойти туда учиться? Есть какое-то возрастное ограничение или любой желающий? Как вы считаете? Я думаю, туда должны идти не просто. Специалистов у нас очень много. Мастера спорта всевозможные, тренера, высшая категория. Но молодежь в том числе есть. Но они же не пойдут за минимальную зарплату заниматься с детьми. Это не просто провести час-другой с ними занятия и все. Для этого надо большое количество времени. И утром, и вечером, и выходные, самое главное. Для этого нужно, я вижу, пенсионеров. Пенсионеров или людей предпенсионного возраста. Вот сейчас есть программа по обучению, потому что уходить будут раньше на пенсию люди. Можно людей с другой специальностью, если есть базовое какое-то образование, переучивать профильно для занятий с детьми. Тем более, если педагоги, офицеры запаса. Это, кстати, мы возвращаемся к военным городкам, которых довольно-таки достаточное количество в Одинцовском округе. И раньше, впрочем, как и сейчас, дом офицеров, все площадки, чтобы дети могли спокойно заниматься, чем они хотят, никуда не уезжая, правильно, в военных городках. Вот сейчас, как вы считаете, на местах досуг есть у местных жителей или нет? Ну, я считаю, есть, конечно, если вот где-то… Ну, это нужен опять толчок для таких людей. В военных городках очень много военных пенсионеров. Они достаточно молодые. Вот этих людей надо привлекать. Их вот к этой работе надо привлекать. И они пойдут с удовольствием. Для этого, я еще раз говорю, надо обучать, дать им какие-то полномочия, ставки. Насчет ставок уже говорили, насколько я знаю, в округе у нас в администрации будут дополнительные ставки для таких инструкторов. Так, а где будем детей брать? Ведь сейчас тоже все заняты. Кто на английский, кто на карате, в общем, и вполне, в принципе, достаточно и кружков. Где брать молодежь? Вот сейчас период обучения, конечно, кружков, вот мы опять же говорим, кружков у нас достаточно, очень много кружков, но этим кружкам и секциям заниматься негде. Нет помещений. Это самый больной вопрос. Нет помещений, негде заниматься. Вот мы о чем говорим. А детей у нас полно. Детей у нас много. И не только детей. Ну, вот сейчас в период обучающие, дети, конечно, они много проводят в школах времени. Но нужно еще говорить о ветеранах, о пенсионерах. Им-то некуда тоже деваться. Вот сейчас, смотрите, развивается активное долголетие. В принципе, наши пенсионеры сейчас ездят по Московской области, изучают. Ну, это такой тоже, я так понимаю, один из опытов, который вы хотите перенять. И на постоянной основе это предпринять? А этот опыт мы, как говорится, сами, кому хочешь, передадим. У нас опыт достаточно, но мы не прочь, конечно, это самое, если у кого-то перенять опыт. У нас, вот для примера, не так давно мы проводили фестиваль по скандинавской ходьбе. Это просто как бы название фестиваля по скандинавской ходьбе, спортивной. Но вот насколько я вижу занятия с ветеранами, это не только спортивная ходьба там или что-то там, забеги. Нет, это мы организовали просто общий массовый старт. Никаких первых местных, но там все-таки были награждения. Подготовили красивые, красочные дипломы за участие. Это для них очень большое такое было. Очень приятно для них. И, естественно, концерт. Концерт, хороший концерт. Это проводили в поселке Герцена, на территории санатория Герцена. Там красивый очень замок. И вот мы на фоне этого замка, тут лужайки такие, проводили вот эти все массовые старты. По скандинавской ходьбе. И, конечно, вот самый концерт. Это самый то. Чаепитие организовали, полевую кухню. Ну, правильно, как и положено, в принципе, рядом военные городки. Так что это все. Ну, вот это все. Отклик это получило у населения? Пришло много народу? Конечно, конечно. Народу пришло очень много. И вот так надо организовывать. Это не просто соревнования. Но то, что у нас, это надо повсеместно. Систематизировать, я так понимаю. Эта работа должна быть системной. Сейчас у нас организован целый отдел по работе с ветеранами в рамках вот этого социального проекта общероссийского активного долголетия. Ну, пока это все начинает, набирает обороты. Но пока еще мы на старых, скажем так, заделах. Вот у меня, у нас клуб, клуб «Пересвет». Уже много лет мы занимаемся с ветеранами на базе социального центра в Гребневской церкви. Вот, на базе социального центра. Там мы много очень занимались и занимаемся с ветеранами. Вот. И занимаемся кружки там всевозможные. Какие? Вот интересно, может кто-то к вам придет потом. Какие кружки? Может кто-то не знает. Ну... Шахматы? В том числе. В том числе. Шахматы это в доме офицеров. Сейчас мы с ветеранами у нас в бассейне занимаемся. Но это уже который год, а сейчас уже целенаправленно по этой программе. Занимаемся здесь в бассейне. Вот. Школа Олимпийского резерва здесь рядом. Вот. Еще в Барвихе. Ну, в Барвиху ездить далеко. У нас не хватает бассейнов. У нас не хватает вообще спортивных залов. Вот. Ну, много чем занимаемся. Экскурсии. То, что экскурсии, вот, выделяют автобусы, ездят, конечно, в Истру. Сергей Посад. Ну, много экскурсий. Но этого мало. Этого мало на округ, конечно. Вот. Я стараюсь. Я и раньше проводил экскурсии. Но мы свои, так скажем, своим ходом, пешеходные экскурсии ездим в Москву. Допустим, в музей русской иконы. Это центр, это Наганчарная улица, Таганка, вот, район Яузы. Там много исторических мест. Сюда вот на хитровку, так как я там работал. И там, как бы, это самый гид я не очень. Но все равно что-то показать. Мы вот ездили с ветеранами. Очень интересно. Сам по себе музей русской иконы. Она против Афонского подворья. Вот с настоятелем у нас есть связь. Мы с ними. Давайте все-таки вернемся к нашим деткам. Какие планы на будущий год у вас лично? Что вы хотите еще предусмотреть для дворового спорта? Может быть, в какой-то отдаленный из районов в Новоденцовском округе приехать что-то открыть? Какие мероприятия у вас планируются? Или пока зимний период и ничего не планируете? Нет, в зимний период, сейчас вот мы, все не хватает. Я опять же говорю, не хватает рук. Надо провести сейчас вот у нас к 60-летию РУСН. Надо провести с детьми по мини-футболу, по волейболу провести. Это более старшие ребята. С ними по волейболу провести соревнования. А на лето? На лето обязательно я предлагаю, чтобы организовать вот такие лагеря. Детские? Да, детские спортивные лагеря. Обязательно. Дневного пребывания. Тут не обязательно нужно какое-то большое помещение. Главное – инициатива, хорошее настроение, ответственность перед детьми. Это место дислокации, вот небольшое, там где-то собрались и пошли в лес обязательно. У нас Лазутинка, у нас прекрасный лес. Вот мы говорим, что у нас Подушкинский лесопарк, вот рядом, да? Мы же говорим, что надо развиваться, доступная среда должна быть по месту проживания. Конечно, Лазутинка у нас прекрасный, но вот практически одно такое хорошее место, да? Ну, надо развивать по месту проживания. Вот именно, допустим, здесь, если мы Подушкинский лесопарк будем развивать, у нас же, вы посмотрите, вот этот четвертый, пятый микрорайон, вся треугольника, все это сюда, это самое аккумулируется. У нас очень много хороших мест в Одинцовском округе. Очень много. На той стороне, вот на Сосновой улице. И где Кубинка тоже очень много места. И хотелось бы, чтобы там тоже были места благоустроенные, чтобы дети могли заниматься свободно спортом. Наша беседа подошла к концу. Спасибо вам огромное. Я желаю вам успехов. А это была программа «Специальное интервью». До встречи. Продолжение следует...